ПЗ-4 Анкнау СП Именно поэтому я уже выпустил видео по Хэдзеру КМСП И планирую выпустить по Тигру Куре Господи, Куро Мори Мине, мать моя женщина Короче говоря, на вот эти вот все машинки 3 обзоры будут, на одну уже есть Сегодня сделаем еще один и будет еще один Если вас интересует данная тематика, подписывайтесь на канал И ставьте палец на колокольчик, чтобы не пропустить видео Чем повязаны данные машины? Есть общая история, в свое время был такой аниме-сериал Я не знаю, есть ли он сейчас, не уточнял, но был такой Girls and Panzer Было это очень много лет назад И тогда это была первая попытка разработчиков Втыкнуть в нашу игру аниме В виде отдельного стиля, отдельного направления И это до сих пор живет в нашей игре Потому что у нас появляется все больше и больше новых аватаров в стиле аниме У нас есть в стиле аниме фон и профиль Короче говоря, данная тематика продолжает тиражироваться разработчиками И в целом это хорошо Потому что ребята, которые любят аниме Они имеют возможность получить то, чего им тоже хотелось бы в данной игре Что касается истории, то было три танчика Хедзер КМСП ПЗ-4 Ангнау СП И Куру Мори Мина Сделанный на базе Тигра Оказывается, после того, как была введена эта тройка Огромное количество лет назад Три года назад было добавлено еще две машины И в предыдущем своем видео я говорил по поводу того, что я не знаю Когда они проскочили, как они проскочили Как их можно было получить Продавались ли они Короче говоря, кто обладает информацией Напишите Особенно счастливые владельцы данных машин И тройка превратилась в пятерку Я, честно говоря, считаю, что добавление двух вот этих машин было лишнее Вот историю с тремя сделали Пускай вот так бы в три аппарата она бы и смотрелась Две вот этих машины, мне кажется, они были ни к чему Дело в том, что данные машины, помимо всего остального Они обладают своим уникальным внешним видом Не в смысле того, что они внешне отличаются от других А прорисовка Если вы обратите внимание Они прорисованы в анимешном стиле Вот в таком, знаете, типично мультяшном Я бы так его назвал Без каких-то четких подробностей Да, вот такое вот четкое Чисто мультяшное Прорисованное, допустим, там вот эти вот Стволы для Господи, как они называются? Ракетницы, короче, выстреливают В виде защиты Короче говоря, вот все сделано Вот в стиле в таком мультяшном Даже крюки вот эти вот Для того, чтобы буксировать Если вы возьмете любую другую машину Вы увидите, что она прорисована Плюс-минус реалистично Канистры там, все остальное Все вот эти мелкие подробности Пулемет тот же самый Они Прорисовываются максимально подробно Особенно в машинах, которые переводятся В новое качество Да, то есть вы сами видите О чем я говорю Так вот, что хотелось бы сказать Про данные аппараты Их было три И лучше бы их три и оставалось Но это мое скромное Субъективное мнение Если имеете другое Обязательно пишите Что же собой представляет Анька? Анька это машина Которая была взята С проходной машины С проходной ПЗшки И потом на ее основе Было сделано еще несколько машин В частности Была сделана та же самая Гаргулия Которую все знают Не увидели, как я переключился? Пожалуйста, давайте еще раз Анька Гаргулия Которую сделали Короче говоря, Гаргулия Это та же самая Анька Только местами лучше бронированная Да, немножечко другая Комбашня Но плюс-минус То же самое все И забронировали Немножко больше части То есть, если, допустим Вот здесь было 80 То тут уже стало 90 Если в переднем бронелисте Было 80 То здесь стало 90 Ну и, соответственно Если в башне практически не было А именно 50 Ну и там Какая-то приведенка То в Гаргулии Здесь уже было 90 Ну, короче говоря Посмотрев на Выживаемость Аньки Решили, что все-таки На Гаргулию Надо немножко брони добавить Особенно с учетом того Что орудиями Не отличаются Просто таки Ну, практически на все 100 Потому что у Гаргулии Очень большая альфа С долгой перезарядкой Ну, а Анька Таким похвастаться не может Есть также у нас Помимо двух коллекционок Еще один танчик Этой же серии Можно сказать Очень похожий внешне Это Премиумная машина ПЗ-54 Немецкая И она, мне кажется Самая удачная Что ни говорим Как ни крутим Здесь всякого рода Есть уступы Короче, то, за чего Снаряду легко зацепиться Здесь же Один сплошной бронелист Который имеет приведенку Какую-никакую Нижний бронелист цельный Ну и башня Да, пускай менее бронированная Но рандомные рикошеты От нее бывают Довольно-таки часто Здесь, опять-таки Есть Вот такой вот Формы Бок корпуса В то время Как у ПЗ-54 Он полностью гладкий Ровный Соответственно Работать ромбом Гораздо удобнее Гораздо приятнее Что касается сравнения Технических характеристик По машинам То обратите внимание Что у Аньки Я бы сказал Не самый худший ДПМ Но он и не лучший Он всего лишь На 2 единицы Выше, чем у ПЗ-54 При том, что Анька по выживаемости Гораздо хуже Во всех отношениях ПЗ-54 Гораздо комфортнее Отыгрывается Да, Горгуля Имеет гораздо больше ДПМ Но связано это с тем Что у нее Альфа 280 Против 160 Но при этом Время перезарядки На своем уровне Машина имеет Практически 11 секунд Заявленных Тогда, когда У Аньки У ПЗ-54 6.78 6.77 Короче говоря Можно сказать Одинаково Поэтому по большому счету Горгулью Можно отсюда Было бы то и выбросить Единственное что Давайте посмотрим По доходности Доходность 122 118 И целых 152 У ПЗ-54 Понятное дело Что в отношении Доходности Гораздо лучше А вот что касается Ребят Процента побед И почему я не выбросил Сразу Горгулю То хочется Обозначить Что Горгулия Имеет Практически 56 Процентов Побед При этом Всем Данная машина Анька Имеет 53 И 52 Там Практически 53 Неполных ПЗ-54 Вот такая Вот Интересная история У нас получается По процентам Побед И обратите внимание Что Ту же самую Аньку Катало Всего 54 Игрока Против Практически 300 На Горгуле И 214 На ПЗ-54 Если же убрать Отсюда Из списка Горгулю То вы видите Что да Анька вроде бы Типа Бодрее И веселее Но если присмотреться Да я бы не сказал Тут даже процентное соотношение К нулю сводится Да пускай Сведение Типа лучше Но я бы не сказал Что существенно Скорость Да Действительно На ПЗ-54 Гораздо бодрее Ты передвигаешься По карте Чем на Аньке Почему они так сделали Не знаю Наверное Хотели сделать Чтобы премиумная машина Была действительно Лучше Чем та коллекционка Которую далеко Не каждый Может в этой игре Получить Вот так вот Выглядит Машина В сравнении С другими Ну а нам остается Только взять Данную машину Ну и на радость Одному из моих зрителей Выкатить ее Из ангара Я не знаю Что с этого получится У меня честно говоря ПЗ-4 Анька Играется Не очень хорошо И я что-то Сомневаюсь В том что она Играется не очень хорошо Именно у меня Я думаю что у всех Она так играется Ровно как в истории С тем же самым Хедзером Перерисованным Из этой же серии Танков Хочется отметить Что КМСП Это машина Которая обладает Просто своим Уникальным Внешним видом По качеству И по стилю Прорисовки Тем же самым Обладает и Анька Ну и опять таки Ровно как и Любой другой танк Из этой серии На этой машине Невозможно Отключить Озвучку Событий И переключить Ее допустим Там на русский язык Или на украинский язык Или на какой-либо другой Короче говоря Машина разговаривает Только по-японски Ну и Это добавляет Какой-то изюминки И шарма Данному Транспортному средству Вроде бы Разошлись Разъехались Ну что Поехали Попробуем Пострелять Я думаю Что сейчас Лещей Отхватим Бодренько Отправимся В ангар Еще на одну катку Выедем Посмотрим Может Блин Как она Вот это Прикольно Говорит Как 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 Они Короче говоря Мне повторить Наверное Это будет Не с руки Но звучит Это действительно Приятно Так Вот что делать Мне не хватает Углов склонения На данной машине Прям вот совсем На борт Немножечко лучше Но не на много Чтобы сказать Что прям тебе Будет комфортнее Играть Нет Про комфорт игры В отношении угла Склонения орудия Можно в принципе Забыть Вот эти вот Борта Которые Там Дополнительные Экраны По бокам Они действительно Неплохо Помогают От фугасов Но с учетом Того что Пробивать машину Можно в принципе Куда угодно Фугасы Как правило Не используют На данной Ну против данной Машины Потому что Это не имеет Никакого смысла Ты можешь Достаточно урона С учетом Небольшого количества Запаса прочности Вполне спокойно Отправлять бронебойными Снарядами И особо не морочиться Так Поехали Попробуем Помочь Выковырять М6 Не хватает Пробития Мне К сожалению А время Перезарядки Не очень Приятное Да ну что ж Такое Блин Бьешь Бьешь А пробить Не можешь Ладно Переходим На голду А Видели Видели Как играть Надо Включил Голду Враг Испугался И Самоликвидировался Взорвался По какой то причине Ладно Шутки шутками Спасибо союзникам Что помогли Да ладно Я не добрал Ну что ж такое Ну так хочется Сделать чего нибудь В этом бою Ну хоть чего нибудь Так Ай-яй-яй-яй-яй Проскочил Товарищ Ну едь дальше Не пуганный Абсолютно Не пуганный Так Мне вылазить Вообще Блин Поеду-ка я Попытаюсь Декермакса Найти Ладно Я думал Что парень Не настолько Отчаянный Что ж такое Это По моему Декермак Сам меня Нашел Отваливаем 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 Декермак Зараза Ааа Да Она с такой Грустью Говорит Когда ее Уничтожают Что В целом И самому Плакать хочется Как вы видите Брони нет Ребят Пробивают Машину Везде Если рассматривать Данный танк Как Танк Для игры Для того Чтобы Сдерживать Натиск Врагов Набрасывать Урон Нет Ребят Абсолютно Нет Ничего тут Такого Не получится ДПМ Не сильно Большой Альфа Тоже Оставляет Желать Лучшего Время Перезайдки Короче говоря Вот в отношении Сбалансированности Машины По техническим Характеристикам Как минимум Орудия Ничего веселого И ничего приятного Действительно Есть какой-то Определенный Кайф От того что Ну нестандартная Машина В твоих руках И ты Реально Выделяешься Из толпы Оставшихся 13 игроков В бою Но не более того Сейчас обязательно Заедем еще В одну катку Посмотрим с вами На результат Всего лишь 618 единиц урона Я не мог себе Нормально найти Место в бою Потом мне не хватало Перезарядки Потом мне не хватало Пробития Короче говоря Постоянно Чего-то на Аньке Не хватает Что касается Результатов По фарму То 19 тысяч Может можно И больше было бы Но я думаю Что больше 25 тысяч Вы особо Вывозить на данной Машине не будете Что касается Результативности В команде То третье место С конца И ребята Действительно Классно отыграли За что им Огромное спасибо Ну что Поехали посмотрим Что еще получится Сделать На Анечке И действительно ли Она способна Сделать в бою Хоть что-нибудь Толковое Мне вот По игре Как я уже сказал ПЗ 5.4 Нравится гораздо больше И безусловно Владельцев ПЗ 5.4 Гораздо больше Ну хотя бы Исходя из того Что эту машину Вы можете приобрести Себе в любой момент Ветки исследования Спасибо тебе большое За то что ты объявила Что можем ехать воевать Так вот ПЗ 5.4 Вы можете достать Себе В ангар В любой момент Из ветки исследования Ну а порой Машину выставляют На продажу С существенной Скидкой Еще и добавляя Какие-то дополнительные Ништяки Типа дней према Контейнеров Там ну Что-нибудь такого Данная же машина Это очень большая редкость И приобрести Данные транспортные средства Вы сможете Исключительно За деньги По крайней мере Пока Я не встречал Предложений За голду За 8 лет Ну не за 8 Окей Хорошо С момента Того Как машина Была введена В игру Я не видел Чтобы ее Продавали За золотом Ни одна из них В том числе И Анька Так Разобрали Да Так Пока ребята Отвлечены Надо Да ладно Да я сам В шоке Слушай Ты мне так Это говоришь Эа Да Я тоже Блин В шоке Ай Да это Капец Кто Меня забрал Офигеть Под ПТшку Я подлез Жаль Были все шансы Побоялся выезжать Надо было мне выезжать И добирать этого товарища Короче говоря Ребят Удар она В принципе Не держит Это честное мнение По поводу Аньки Так зачем она нужна Зачем вообще нужны Вот эти вот Машины Или одна из них Не имеет значения В каком количестве Приобретать себе Исключительно для того Чтобы в вашем ангаре Стояла машина Которая не имеет Интерес Как историческая личность В данной игре И она представляет собой Что-то уникальное И нестандартное Не более того Если вы хотите играть На чем-нибудь Более-менее толковом То безусловно Вы вполне спокойно Вместо Аньки Можете взять себе Тот же самый ПЗ-5-4 И получать гораздо больше Удовольствия Именно от игрового процесса Ну а если говорить Про того же Хедзера Кейма СП То вы можете взять Себе обычного Проходного Хедзера И поверьте Разницы вы абсолютно Никакой не почувствуете Если не будете Обращать внимание На внешний вид Вот и все Вот такой вот был Честный обзор На ПЗМ-4 Анька СП Возвращайтесь на канал Подписывайтесь Ставьте на колокольчик Если вас интересует Время выхода Следующих видео В частности На Тигра Куромори Мины Наконец-то выгорел На данный момент все Всех благ Всего хорошего Мира, друзья мои И обязательно спокойствия Пока-пока